Саль, ну ты знаешь, какое главное событие вчерашнего дня? Конечно, знаю. Я думаю, абсолютно все следили за новостями, за новостной лентой и увидели о том, что вчера просто произошло чудо спасения, когда самолет, вылетевший из Москвы, из аэропорта Жуковский, приземлился... К нам в Симферополь. Да, который летел к нам в Симферополь, он приземлился в кукурузном поле. Благополучно. Благополучно, благодаря слаженному действию пилотов, а также, конечно же, их профессионализму. Знаешь, несмотря на то, что все хорошо закончилось, многие люди наверняка испытывают фобию высоких помещений и теперь боятся летать. Вот я знаю, что треть тех, кто находился в самолете, то есть пассажиров, они потом отказались куда-либо лететь. То есть у них, скорее всего, эта фобия, и им потребуется помощь психолога. И вот у нас, кстати, в гостях Татьяна Валерьевна Трембач, практический психолог, перинатальный психолог. Я думаю, что как раз-таки тему фобии мы сегодня и затронем, особенно аэрофобия. Она многих касается, многие боятся летать. Татьяна Валерьевна, что вообще такое фобия? Ну, фобия – это такой неконтролируемый иррациональный страх или излишняя тревожность, которая возникает в определенных ситуациях. То есть эти ситуации могут быть связаны с разными моментами. Это может быть ситуация, страхи окружающей среды. Например, когда мы боимся молнии, воды, высоты, грома, ну или каких-то других животных. Страхи, когда это зоофобия, которая связана с животными. Люди часто боятся пауков, змеи. Это самый распространенный страх. И фобии, которые связаны с определенными ситуациями. Это замкнутое пространство, наоборот, пространство без границ. Или же социофобия, которые связаны с ситуациями в отношениях людей. Когда много людей или, наоборот, когда мало людей, люди боятся этого. Ну, а вот давайте поговорим об аэрофобии. Я думаю, что многие люди, на самом деле, не уделяют этому внимания. Они действительно боятся летать, но никуда не денешься. Они вынуждены это делать и не обращаются к психологу. А это надо лечить или нет? Это заболевание вообще? Нет, аэрофобия – это не заболевание. То есть это нормальное состояние, да? Да, аэрофобии, они делятся тоже на две части. Есть фобии, которые связаны непосредственно с расстройствами личности. Расстройство личности или же при каких-то заболеваниях или соматического характера, или психического характера – это такой сложный вид. И есть фобии, которые возникают в результате какого-то шокирующего события, в котором человек непосредственно участвовал, или же он слышал об этом событии. Шок – это всегда неожиданно, шок – это ярко. И человек в состоянии шока, он как бы выходит немножко из себя, и когда возвращается, ему нужно как-то отреагировать и принять решение. То, что касается, например, полетов, да, вот что-то мы узнали, или мы находились непосредственными были участниками этого события, и нам надо принять решение. Человек принимает решение – всё, не буду летать, да, я боюсь. Он ещё не знает конкретно, чего он боится, но я боюсь. И с этими фобиями, с ними нужно и можно делать как и самостоятельно, так и при помощи, обращаясь к специалистами, они очень хорошо корректируются, когда это в начальной стадии. А вот как, например, самостоятельно всё-таки можно помочь самому себе? Во-первых, нужно понять, что это не иррационально, да, что это страх. Во-первых, страх сам по себе, он – это положительный такой, положительный момент, потому что он говорит о том, что у человека включается инстинкт самосохранения, «я боюсь, что со мной что-то может случиться». То есть это хорошо, когда человек боится за своё здоровье. Инстинкт самосохранения – это самый мощный инстинкт, который присутствует у человека. И когда человек начинает, ну вот, возникает у него какой-то страх, он думает о том, что «да, я не буду летать, да, я избегу этой ситуации, и, соответственно, я не буду находиться в опасности». Первое, что нужно, нам нужно осознать, что эта проблема есть, она рациональна, и она мешает нам, да, потому что это занимает… Мы можем, конечно, пересесть на поезд, но это будет гораздо дольше, да, и может быть менее комфортно. Мы можем пересесть там на автомобиль, это тоже вызовет там какие-то определённые затруднения. То есть самолётом летать удобнее. Удобнее, особенно когда это связано с профессиями, когда это связано с отдыхом. Гораздо приятнее провести несколько дней лишних, да, на море или же в каких-то там экскурсиях и путешествиях, чем ехать в душном поезде. Ну вот те пассажиры, которые были в самолёте, да, в вчерашней ситуации оказались, они явно теперь имеют эту фобию, то есть они были в шоковом состоянии. Как думаете, как долго они вообще пробудут в этом состоянии? То есть как скоро оно у них пройдёт само по себе, вот если у них фобии не было, да? То есть любая фобия, человек её начинает примерять на себя, да, что будет, а что бы было со мной. Или же, а вдруг что-то возникнет с моими родственниками или с родными, поэтому он боится этого. То есть прежде всего, то, что я говорила, нужно осознать, это страх и начать действовать. Ну как долго пройдёт это время для осознания? Это у каждого человека по-разному. То есть если это просто, потому что фобии, они могут ещё иметь под себя какие-то там подпричины. То есть что-то была, какая-то тревожность, какая-то ситуация, кто находится в каком физическом состоянии. И может быть это вот как бы такая последняя капелька, раз, и вот она вылилась вот в страх полёта. У кого-то это может пройти, ну как бы сразу, у кого-то это затянется на какое-то время. То есть как человек будет, в каком состоянии будет находиться, будет ли он с кем-то делиться, будет ли он принимать какие-то меры. То есть прежде всего нам нужно понять, что мы с этим что-то можем сделать. И из иррационального, то есть нам нужно перепрограммироваться, из иррационального действовать в сторону рационального. То есть понять, что это неудобно, что нам это там некомфортно, что для нас нам нужно летать. Да, вы это уже говорили, просто это не так просто, мне кажется, взять себя, перепрограммировать самому себе, человеку. Но нужно начинать постепенно. Прошу прощения, Татьяна Валерьевна, осталось буквально у нас 30 секунд. Я прошу вас дать три каких-то таких очень лицельных совета, как все-таки побороть свои страхи прямо сейчас с Симферопольцем и крымчаном. Значит, обратить внимание, известный факт, обратить внимание на статистику. То, что самолетами летать безопаснее. Это иллюзия, да, то, что поезд едет по земле, не отрывается, и дорогу мы можем контролировать, мы не можем ничего контролировать. В самолете безопаснее. Есть моменты, то есть можно брать с собой какие-то во время полета делать для себя отвлекающие какие-то занятия. Читать, там, смотреть просмотры каких-то видеороликов или аудиороликов. Не употреблять алкоголь, да, для снятия страха какого-то, потому что алкоголь, он наоборот, действует возбуждающий и более подходит даже фито-чаи. И не поддаваться паническим новостям, прежде всего. Большое вам спасибо. Напоминаем, в гостях нашей студии примбач Татьяна Валерьевна, практический психолог, перинатальный психолог. Большое вам спасибо за ваши добрые советы. Субтитры сделал DimaTorzok